На связи Украина 365 По цели в глубоком тылу России Россияне также отметили, что это уже не первый случай, когда в тыл проникают модифицированные дроны-разведчики Так, на прошлой неделе в Краснодарском крае России был обнаружен переделанный под камикадзе британо-португальский беспилотник Takeover R3 По мнению оккупантов, его целью была радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» Отметим, что в прошлом году США объявили о поставке силам обороны Украины латвийских дронов Penguin Mk2 Речь шла о разведывателем БПЛА, оснащенном технологией Aeroflow Который позволяет ему прятать лопасти во время полета и таким образом экономит до 20% заряда Дрон может взлетать как вертикально, так и горизонтально, а также пребывать в воздухе до 14 часов Комплекс Penguin Mk2 состоит из БПЛА с инфракрасной турельной камерой, станции управления наземная и антенны MIMO В Петербурге продолжается экономический форум и там Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам по Украине Он говорит, что это возможно только на базе Стамбула и с учетом новых реалий Они на каких-то придумках, но даже имея в виду взять за основу вот те договоренности в Стамбуле Все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня Он также заявил, что исполнительная власть Украины якобы легитимность потеряла, но Россия готова искать с кем вести переговоры И интересно, что во время своего выступления Путин попросил больше не вспоминать лишний раз о возможности ядерных ударов Наверное, он наконец понял, что его страшилок никто не боится Ну а если говорить о том самом экономическом форуме в Петербурге, то там настоящий дурдом Там, например, рассуждают о божественном предназначении Путина по спасению мира Приветствуют талибов, учат президента Зимбабве пользоваться наушниками и в очередной раз обгоняют экономику Японии И в какой-то момент Господь Бог смилится над нами Теперь, Владимир Владимирович, на вас стоит не менее сложное значение Не только победить, но и спасти мир Поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира Мы оказались впереди Японии В оккупированном Севастополе замечено перемещение пораженной 13 сентября прошлого года подводной лодки Ростов-на-Дону Субмарина выведена из сухого дока Севастопольского морского завода и перемещена в 13-й судоремонтный завод Об этом пишет Naval News на основе анализа спутниковых снимков Отметив, что только на приведение поврежденной подлодки к состоянию, когда ее возможно спустить на воду, прошло очень много времени А это прямо говорит об очень значительных повреждениях, которые Ростов-на-Дону получил почти 9 месяцев назад после удара Storm Shadow Scalp Как помните, это был первый случай в истории, когда подлодка была атакована крылатыми ракетами В Defense Express напоминаю, что в конце января в РФ декларировали, что завершат ремонт подводной лодки к середине этого года Главным подрядчиком назвали 13-й судоремонтный завод, в который Ростов-на-Дону перевели только сейчас Также следует добавить, что вывод подводной лодки из сухого дока Севастопольского морского завода означает его освобождение и возможность обслуживания и ремонта других кораблей Черноморского флота РФ До этого в начале декабря прошлого года из второго сухого дока был выведен критически поврежденный большой десантный корабль «Минск», с которого просто срезали всю настройку В любом случае можно декларировать, что Ростов-на-Дону находится в точке, которая очень хорошо известна и вряд ли он может регулярно менять свое положение А это значит, что эта подлодка остается достаточно удобной целью для ударов При этом ради разнообразия теперь Ростов-на-Дону можно ударить и баллистической ракетой «Атакамс» В конце концов, ВСУ уже имеет уникальный опыт уничтожения баллистическими ракетами надводных кораблей В частности, речь о ракетном корабле «Циклон», который был потоплен в результате удара по бухте Севастополя в ночь на 19 мая И поэтому у Ростова-на-Дону есть все шансы войти в историю дважды и стать первой субмариной, которую потопили баллистические ракеты Пишет «Дефенс-экспресс» Днем в пятницу 7 июня в оккупированном Луганске был поражен важный военный объект российской армии Об этом сообщают оснят аналитики известного ресурса «Киберборушно» После ударов местной оккупационной власти принялись врать, что удар «Атакамсов» якобы пришелся по жилым домам Да, стоит признать, что часть ракет над Луганском удалось сбить российское ПВО Обломки упали на жилую пятиэтажку, в результате чего были разрушены несколько квартир В том числе пострадала и квартира местного писателя и пропагандиста Глеба Боброва Который еще до 2014 года славился украинофобскими статьями и выступлениями Ну а вот «Атакамсы» ударили именно по военной базе в СРФ Осень-то аналитики вычислили объект благодаря кадрам ударов, которые успели снять очевидцы В Луганске прилетела по очень известной рембазе – базе российской армии, где жили и обучались россияне Оттуда есть очень много вражеских фото и репортажей Сама база неоднократно была геолоцирована осень командами Вот и пришло ее время, отметили в Киберборушно Эксперты выложили спутниковые снимки базы за 28 мая и 6 июня этого года На них видно большое количество военной техники российской армии До 2014 года на месте, где обосновались оккупанты, находилась транспортная компания «Транспиле» Россияне размещали там свою технику и личный состав последние 10 лет Об ударе рассказал глава Луганской областной госадминистрации Артем Лысогор По его данным, 7 июня в Луганске было поражено несколько военных объектов России Местные наблюдатели называют то от 7 до 20 взрывов Во-первых, видео ударов локализованы в районе Острой могилы, около казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов Где с комфортом обжились российские захватчики, рассказал глава области Он уточнил, что в данном районе находится аэродром, авиаремонтный завод, а также трасса на Россию Последняя имеет критическое значение в логистике оккупантов Ее очень активно использует РФ для переброски вооружения и личного состава на оккупированный Донбасс Предварительно в ходе удара пострадала и нефтебаза «Россиян» Это уже четвертый случай в городе за последние два месяца Лысогор отметил, что армия РФ традиционно разместила ПВО прямо в жилых кварталах, подвергая угрозе жизни гражданских Украинский журналист Денис Казанский отмечает После 2014 года, когда были подписаны Минские соглашения, по Луганску 8 лет ничего не прилетало и никто не погибал Но потом Путин решил защитить Донбасс, растоптал Минские соглашения и развязал полномасштабную бойню В результате теперь по Луганску прилетает так, как не прилетало никогда В ночь на пятницу 7 июня пять беспилотников атаковали электроподстанцию в Темрюкском районе Краснодарского края Которая входит в состав так называемого «Энергомоста на Крым» Об этом сообщает российский телеграм-канал «Астра» Отмечается, что станция расположена в хуторе «Белый» В результате атаки был поврежден трансформатор и возник небольшой пожар Россияне заявляют, что обошлось без пострадавших В Минобороны РФ в свою очередь заявили о якобы перехвате и уничтожении шести БПЛА над Краснодарским краем Это, к слову, не первая атака БПЛА на подстанцию в Темрюкском районе 30 мая россияне сообщали, что на территории объекта упал один беспилотник Тогда подстанция получила повреждения, но продолжила свою работу США предоставляют очередной пакет военной помощи для Украины Он выделен по программе президентского изъятия, по которому оружие передается сразу из запасов Минобороны США Объявление транша произошло на фоне встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Париже Так в пакет вошли Гаубицы 155 мм и минометы 81 мм Бронетранспортеры М113 Зенитные ракеты для ЗРК «Хоуки» и ПЗРК «Стингер» Байприпасы для «Хаймарс» и для артиллерийских систем в калибре 155 и 105 мм БТРК «Джавелин» противотанковые гранатометы «АТ-4» и противотанковые ракеты «Тоу» Прицепы для перевозки тяжелой техники Легкие патрульные катера Байприпасы к стрелковому оружию Гранаты Саперные боеприпасы Запасные части И так далее И хотя многие позиции не содержат конкретного уточнения количества Пентагон еще раз публикует общий перечень всего вооружения предназначенного для передачи в ССУ Обращают внимание эксперты «Дефенс Экспресс» И сравнение перечня, опубликованного сегодня и 24 мая, дает несколько уточненную информацию В частности, в графе бронетранспортера М113 на самом деле спрятано сразу 200 таких машин Их общее количество увеличилось до 600 И это довольно значительное количество бронемашин, получивших от бойцов в ССУ более чем одобрительные отзывы А такое количество – это вооружение примерно 6 механизированных батальонов, отмечают эксперты Что касается гаубицы 155 мм, то речь явно о М3 топора Ранее было передано 198 единиц, но теперь фигурируют более размытые свыше 200 Что касается минометов, то речь может идти о показателе более 30 единиц Таким образом, речь не только о так называемом боеприпасном пакете А о достаточно качественном усилении Украины, достаточно весомым количеством бронетранспортеров Также передачу артиллерии можно считать маркером того, что снабжение боеприпасами выходит на стабильный уровень Отмечают в Defense Express Кстати, хозяин Белого дома Джо Байден принес извинения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому За полугодовую задержку помощи для Украины, когда американский конгресс не мог утвердить необходимый законопроект о финансировании Об этом президент США сказал на встрече с украинским коллегой в Париже Американский лидер восхитился борьбой украинского народа и пообещал не оставить украинцев один на один с врагом США будут выступать на стороне Украины, которая сегодня является оплотом в борьбе с агрессией, заявил президент США Как известно, президент Франции Мональ Макрон объявил о том, что Франция передаст Украине истребители «Мираж-2005» В свою очередь, министр обороны страны Себастьян Лекурню раскрыл некоторые детали предстоящей сделки Так, Лекурню заверил, что переданные Украине истребители будут полностью готовы к эксплуатации И что их передача не повредит оборонному стандарту французской армии, которая использует эти истребители, в частности, для натовских миссий При этом в Париже отказались назвать точное количество истребителей, которые будут отправлены Киеву «Мы не называем сейчас никаких цифр, очевидно, по соображениям секретности и конфиденциальности, во всяком случае, по отношению к России», заявил Лекурню Кроме того, сообщалось, что обучение украинских пилотов в управлении этими истребителями потребует многомесячных тренировок, которые, по словам Макрона, пройдут во Франции При этом Лекурню заверил, что будет сделано все возможное, чтобы как можно быстрее начать обучение «Самое срочное для меня этим летом, и я буду обсуждать это с министром обороны Украины, это возможность очень быстро начать обучение пилотов и механиков», заявил Лекурню Также отмечается, что обучение во Франции уже началось, но на двухместных самолетах Альфа-Джетс Франко-немецкая оружейная группа КНДС создает в Украине свою дочернюю компанию Решение анонсировано по случаю визита во Францию украинского президента Владимира Зеленского, об этом сообщает издание Le Figaro Военно-промышленный комплекс Украины будет усилен оружейным гигантом КНДС О том, что компания намерена производить на украинской территории технику и боеприпасы еще в марте этого года сообщили министр обороны Франции и Германии Себастьян Лекурню и Борис Писториус И судя по новой информации, процесс запуска производства очень активно идет Известно, что концерн КНДС подписал две декларации с украинской Инмиг Одна из них касается создания Центра техобслуживания самоходных артиллерийских установок «Цезарь», а вторая – создание запчастей технологии 3D-печати Помимо этого, компания передала Украине лицензии на производство снарядов калибра 155 мм На этом все, спасибо, что посмотрели это видео до конца Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик И поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране Вместе мы сила!